Друзья, всем привет! Вот долгожданное видео про поездку в Минск и что у нас там произошло. Беларусь обижается! Добрый день! Мне была предложена и приложена блестящая поездка в Минск. Ох, Минск – блестящий город прекрасный. Много бегал, занимался, там снимали шоу, как говорится, все в радость. Посещал собор и вообще все, как говорится, в восторге. Да Господь, я же не готовился. Но благодаря одному, так сказать, человеку, женского пола Жанне Прелестно, произошла ситуация. У нас все съемки идут по договоренности, без какого-то либо, то есть, принуждения, да. Она решила спасти почему-то меня и себя и пошла в милицию, но не дошла. У нас в деревне было всегда так. Вернулась назад, но мысль-то уже послала. И в тот злополучный день, 22 февраля, вечером пришел этот так называемый хозяин квартиры, бессовестный. Втрощал, пугал там милиции, полиции. Говорил, что милиция нам поможет, нас домой отвезут, что мы в рабстве у Никиты Смирнова. Господи, голословное обвинение. И Жанна, да, 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 да. Ну, вызвали на ряд полиции. И как раз и Никита пришел, потому что он должен был ему деньги за квартиру заплатить, как таковые, вечером. И они все против нас я таки ополчились. Ну и забрали нас в отделение полиции 22 февраля, в милиции, вернее, 22 февраля, в 9 часов вечера. Ну, ничего страшного. Мы приехали в отделение милиции, ой, что я там не повидал только, там таких кренделей привозили. Мы, мирно в покойной сидели. Жанна написала, что ее избивают, помогите хулиганы зрения лишать, такую лоботню. Просто развели, как два пальца об асфальту. Мы, короче, пробыли сначала в одном отделении, потом нас перевезли в другое. Нас забрали документы и паспорта и телефоны. Документы у нас забрали на том основании, типа нас хотели арестовать, что мы распространим порнографию, типа насилие, рабство. Это раз. А во-вторых, в выделении полиции подходит ко мне милиционер с автоматом. Опа! Тик-ток. Тайсон. Такой, можно фото? Я говорю, не вопрос, легко. Другой там стебался, стебался чего-то, блядь. Что? Так. И все. Понятно? Есть менты и тоже мусоров, блядь. Как грязи. Хоп, мусорок, ни ше мне срок. И ровно в 2 часа дня, то есть считайте, в 10 часов вечера нас забрали, в 2 часа дня нас выпустили. Выпустили. Это ж чудо. Ну, хорошо, благодарим. Мы встали и пошли. Думали, как поступить, как правильно, что делать. И мы все-таки приняли самое правильное, адекватное, смелое решение. Хотя, по сомнению, были, конечно, но ничего не без них. Мы пошли в латвийское посольство и нам выдали одноразовый документ на возвращение в латвийское государство. Слава тебе, Господи, мы здесь, снова в Риге. Бытует мнение, что я уграл какие-то там деньги у Жаны. Не было такого. У Жаны кошелька нету. У нее карманы дырявые в куртке, понимаете? Кошелек надо иметь. Вот и весь расклад. Сколько там, 20 рублей или сколько там? Что-то куда-то они исчезли. И все это самое пытались повесить на меня. Нет. Чистые руки. Мои руки чистые. Карманные расходы? На продукты, на питание. В храм заходил, там что-то прикладывал. Скажу правду. Решил приколоться разок. В казино зашел. Ебаный рот этого казино, блядь. Здесь-то все закрыто. Вспомнить, кажется, былые грешки. Господи помилуй. Все мы нервничаем. Ну, хочешь выиграть казино, купи казино. Говорю правду. Было и прошло. Все. Точка. Говорю искренне. Данной поездкой я очень и очень доволен. Мне все понравилось. Я рад. И буду верить, что будет еще впереди интереснее. Друзья, всех приветствую. Сейчас я, Жанна Прелестовна, в студии, в прямом эфире. Я расскажу вам одну историю, что было со мной Мельска. И перед началом, перед тем, как я уехал, я была готова на все. Мне надоела Рига. Мне надоели те ситуации, которые происходили со мной. И Никита утром мне позвонил. Да, да. Ну, как там с деньгами? Утром. Вернее, я позвонила, написал сообщение. Не позвонил. И я согласилась ехать. Потому что я не знала. Я в шоке была. Мы приехали в Минск. Дорога была у нас хорошая. Позитивная. Все шло хорошо, да. Приехали в Минск, устроились в красивых условиях. Мы жили в шикарных условиях. Я, правда, слабо это помню. Никита рано встал. И когда он ушел, он мне предложил мне деньги. Жанна, купи себе что-то хорошее. Ну, сделай себе праздник. Он мне дал деньги. Я пошла. Но когда стримы у нас настолько долго продолжались, я не выдерживала просто. Я не выдерживала стримы. Это тяжелая работа. Шоу – это не только тяжелый труд, но эмоциональное напряжение психологически, морально-физически. Тут чего-то жареным пахнет. И перенапрягаешься. Ты думаешь о том, что ты устал. И тебе нужна какая-то разгрузка. Ты... Чисто эмоционально мне было очень тяжело. И когда я вышла к магазину, я купила все, что необходимое. Я поняла, что я не выдерживаю. Я пошла в полицию. Я добежала до полиции. Стояли молодые парни, эмоционеры. Говорю, ребята, вы мне можете помочь? Я хочу уехать домой. И вы мне можете помочь? Меня бьет. Я не сказала, кто меня бьет. Меня, короче, привели к дежурному. Дежурный говорит, дурки вы не были. Я говорю, нет. Наркотики принимаете? Нет. Водку пьете? Я говорю, нет. Это самое, мы уже здесь, наши полномочия, все. Короче, я поняла, куда я попала. Короче, я сделала ноги. Ну, честно, по-русски, да. Я убежала оттуда. Прибегаю на эту квартиру, где мы там жили. Приходит хозяин квартиры. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. У меня такое подсознание было, что он не должен был приходить именно в этот день. Он приехал и ждал Никиту. Мы ждали все Никиту. Никита приехал. Он стал обвинять там в чем-то. Эти такие мелочи, я так поняла. То, что там что-то там разбито. Тумбочка под телевизор была немножко там, ну, полочка разбита. Но это было не так страшно. Я говорю хозяину. Я говорю, вернее, хозяину, почему вы так категорично к нам? Мы же держим все это в чистоте, порядок. Я убираю каждый день. У нас постоянно чистота и порядок. Не к чему придраться, да. Мы дождались Никиты. Никита приехала. Он начал придраться. Просто я так поняла, что он хотел просто, этот хозяин квартиры хотел срубить деньги. Ну, как это говорится, да? Он говорит, Никита, посмотри, тумбочка сломана. Нет, это вы выдумали. Это вы придумали. Это вы выдумали. И что из этого? Такая мелочь, это же можно пережить. Он всегда может это ремонтировать. Хозяин, вернее, говорит, вызываю полицию. А Никита говорит, ладно, вызывай. И тут я выхожу с чемоданом, и по лестнице бегут менты. Извините, что я это говорю. Извините за несправность. И они говорят, это вы? Они мне сразу запомнили, кто я и как я выгляжу. Я просто не думала. Я в шоке была, что они меня запомнили. Нас забирает милиция. И мы едем в ментовку. Я не понимаю. Когда я захожу, меня что-то спрашивают. Я что-то говорю свое. У бабки шапку не указываю. Написано заявление не от моей руки. Короче, хозяину кто-то переслал порно. Там это было наигранное порно. Это было шоу. Не настоящее. Это была просто игра шоу. Там была бутылка, там было... Ну, там другое. Бухая Жанна засунула тигру уже, блядь, бутылку. Заявление уже составлено. Я подписываю заявление, то, что там написано. Из написанного я, то, что я говорила, там вообще не указано было. Они уже заранее мне составили это заявление, и я подписала. От нас тут вдруг забирают документы, паспорта, аппаратуру Никиты. Все, что у нас есть. То, что у нас есть, забирают именно на 15 дней. Я в шоке. Я считаю, что это незаконно. Отобрать вещи, отобрать все, что у нас было. Отобрать документы и оставить в этой стране чужой без ничего. Я так переживаю, честно. Я всегда вспоминаю тот день, когда мы не могли уехать. Когда Никита меня утром разбудил. Жанна, ты идешь или ты хочешь остаться в Минске? Я была сонная. Я позволила Никите и Деме уехать сделать визу вдвоем. Я знала. Меня что-то останавливало. Я не хотела с ними даже ехать. Вероника такая девушка. Очень позитивная, хорошая. Живет в Белоруссии. Она говорит, Жанна, если что-то случится, я всегда тебе помогу. Она мне помогла уехать. Я вернулась в Ригу. Вероника за день оформила все документы. Она со слезами на глазах упрашивала тех людей, которые хотели не допустить, что я уехала в Латвию. Да не волосы, я заплетаю в воде. Давайте, в течение 30 минут. Девушка, выходите. Пожалуйста, выходите. Здесь не то место, блядь. Не надо. Я тебя домой с мамой, что везут тебя домой нахуй. Прошу тебя, дорогая моя. Ты приведи себя в порядок. Сходи в душу, покушай. Мама тебя ждет. Давай, везде нахуй, давай. Иначе шестолицу не зря. Давай. Друзья, извините, здесь ходят посторонние люди. Я вообще в ахуе. Я в шоке. Приходят люди вообще незнакомые. Не фанаты даже. Приходится воводить. В качестве охраны. Хочу вам рассказать такую ситуацию. Я приехала не с пустыми руками. У меня было 50 евро с собой. У меня не было на тот момент кошелька. Я Диме говорю, Дима, у меня есть деньги. Сейчас мы идем куда-то. Мы идем покупать или продукты, или что-то. Вот, по фактам, я хочу сказать, что Дима взял эти деньги. Мы потратили на базаре какую-то часть. Он мне вернул только 10 рублей на те белорусские деньги. И половину денег, как таковых, он мне не вернул. И я считаю, что он у меня украл половину того, что у меня было. У него не было таких прав. Но я доверилась ему. И по факту получилось, что он меня украл. И, вы знаете, на данный момент я хочу сказать, что я ему простила. Если он мне, допустим, попросил, Жан, ну дай мне денег, у меня нету. Я бы так отдала ему деньги. Вот так, как получается, просто он украл. Настоящий дипломат. Всю предысторию, как мы там приезжали, располагались, рассказывать не буду. Расскажу просто денег. Вечером должен был прийти хозяин квартиры и получить оплату за квартиру за неделю вперед. Мы уже неделю снимали наши стримы в этой квартире. И спустя несколько дней один из подписчиков написал хозяйке квартиры. Нашел ее на букинге, скинул видос и говорит, посмотрите, что у вас в квартире происходит. Она мне написала. Говорит, что она в шоке. Но, в принципе, ей все равно. И мы можем делать все, что хотим. Главное, чтобы там никто не умер и квартиру никто не сжег. Я сижу, бухаю, и мне вообще похуй. Мы договорились, все в порядке. На одном из последних стримов Тигра сломал тумбочку, разбил, кусок отлетел. Ну, ничего серьезного. Цена вопроса, наверное, 30 долларов. Я прихожу вечером в квартиру заплатить деньги хозяину квартиры. Он приехал до меня на квартиру. И он мне говорит, что мы сломали тумбочку, что мы тут снимаем жесть и что он выселяет нас. Я ему говорю, что я договорился с его женой, что все в порядке, мы снимаем и куда мы пойдем один снять. Он сказал, что его это не волнует. Якобы платите за тумбочку и вы метаетесь. Я сказал, что я не буду платить ни за какую тумбочку. Давить на меня бесполезно. Он сказал, что тогда будет вызывать милицию. И после этого это было мое со мной. Трубейшая ошибка. Я сказал, вызывайте милицию. До сих пор я помню эту фразу. И приехала милиция и забрала нас в участок. Что дальше? Оказалось, что этот следователь, который нас принимал, был в дружеских отношениях с хозяином квартиры. Ну, исходя из того, как они общались в участке. Это было очевидно. И они брали с нас объяснительные больше не из-за тумбочки, а из-за того, что мы снимаем шоу и какой у нас контент. Якобы для Беларуси это табу. Эта программа не годится. Вот, хозяин квартиры, пожалуйста, следователь. В итоге я написал объяснительную. Овсяников тоже написал объяснительную, что все в порядке, он актер, все хорошо, претензий не имеет. А Жанну развели, и она написала заявление, что ее избивают и хотят убить. Мозги. В итоге мне предъявили статью «Торговля людьми», распространение порнографии и избиение. Вот, у нас продержали в участке нас с ночи до утра, и потом отвезли в другой участок. Там мы уже написали все более корректно, и Жанну никто не напрягал, не разводил. Она написала, что ее никто не хочет убить и не убивает, что она снимается в шоу. И следователь спросил, а почему у вас показания как бы расходятся? Она говорит, что ее заставили написать, и что она этого не хотела. В итоге у нас забрали паспорта, документы, телефон. И не было возможности вообще никакой для существования. Благо у меня была подруга из Минска, она помогала обналичить мне деньги, которые прислали друзья, потому что деньги все у меня были в телефоне, а телефон – полиция. Когда я спросил, когда нам вернут паспорта и телефоны, мне сказали на следующий день. Я взял номер следователя, на следующий день я ему звоню, он говорит, что он еще ничего не проверил, что проверять будет позже. В итоге я ему звоню еще через три дня. Он говорит, что проверка может занять до десяти дней, а при необходимости и до месяца. В итоге я понимаю, что они хотят что-то сфабриковать, что-то придумать, чтобы нас как-то, я не знаю, закрыть, выдумать дело. Я себя бы так не поймал. И спустя, получается, почти неделю, я иду с ребятами в посольство. Там они нам говорят, что у нас должно быть заявление о краже документов, чтобы нам выдали бумагу для выезда из Беларуси. Я пошел в участок, другой уже. Очень было страшно, потому что надо было написать заявление, что паспорта у нас забрали. А если бы мы были бы все в компьютере, и, в частности, было бы на меня какое-то дело, либо тому подобное, меня бы там просто приняли и закрыли бы, я думаю. Ну, на свой страх и риск я пошел, написал бумагу. Мне дали справку, что документы утеряны. Это было в понедельник. Во вторник утром я опять вернулся в посольство. Мы получили бумагу для выезда. Сразу пошли в визовый центр, получили одновременную визу для выезда из Беларуси. И вечером у нас уже был автоуст. Ну, Жанна в этот день спала дома утром. И Жан, блядь, заебал. Вставай, э. И она меня настолько заколебала, что я ей просто сказал, оставайся в Беларуси. И мы с Димой вдвоем уезжали. Во вторник вечером мы уезжаем. И в среду утром я еду в Литве, и мне уже милиционеры пишут в WhatsApp. Они писали Веронике. Мои подруги говорят, где я, где я, чтобы я там пришел в участок. А Вероника мне дала другой телефон, и я туда латвийский номер вставил. Ну, и Веронике говорю, так пусть они мне пишут. И они мне, короче, писали. Говорили, чтобы я пришел. Я говорю, я ничего не знаю, я в отпуске. И они говорят, блядь, какой отпуск? Я говорю, все, у меня нет. Но они поняли, что они лоханули, что мне дали бумагу для выезда из Беларуси. И они мне начали угрожать Интерполом, что подадут заявку в Ригу, отправят знакомым полицейским, меня выдадут. И на что я, конечно, начал отвечать, что типа да, то, что бухая Жанна засунула тигра в жопу, блядь, бутылку, и вы хотите меня, блядь, посадить за торговлю людьми и распространение порнографии. Просто идите нахуй. Блядь, ну он же прав. Ну вот, в итоге они там мне писали в течение дня с двух разных номеров. Один по поводу тумбочки, что типа возместить ущерб, я сказал, блядь, до свидания. А второй вот по поводу этого дела уголовного. В итоге, насколько я понял, все остановилось. Они поняли, что мы уехали, просто с нас никакого. И поэтому как бы на этом история закончилась. В Беларусь в ближайшее время я вообще не собираюсь ехать и думаю вообще никогда. Но, в принципе, мне туда уже не нужно ездить. Уехал, назад не вернешься. И, допустим, на вопрос, хотел бы я еще раз поехать на такую поездку. Понравилось ли мне? Нет, никогда в жизни это была самая херовая поездка. И они самые лучшие попутчики были. Пора кончать это. Пока. Продолжение следует...